Мирные субботы И в Новом Завете написано, что все, что написано в Ветхом Завете для нас должно быть как пример для тех людей, которые дожили до последнего времени. Давайте начнем с этим, это написано в Игерии Трешона и Ла Коринфянам, Парк 10, не могу так читать, если кто-то не хочет. Парк 1 Коринфянам, 10 глава, 11 стих. И то, что написано в начале этой главы, это описание того, что произошло с нашими отцами в пустыне. Игерия Трешона и Ла Коринфянам, Парк 10, в 6 стихе. И это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. В Парк 11, все это происходило с ними как образы, а написано в наставление нам, достигшим последних веков. Аминь. А за них еще в шафихат, это сафек, что אנחנו ахшав немцаим, бекет саямим, нахон. Я думал, ни у кого нет сомнения, что сейчас мы находимся в конце веков. И написано, что это было написано для нас. Это мы сейчас будем держать у себя в голове эту мысль. Сейчас мы перейдем в книгу Иеремии. И там есть пророчество для всех населения Израиля на то время, и также для Асора, или на еврейском Хацор. Название города Хацор от слова двор, или забор. Ахшав. Иер азот аян немцет, лимала лимала, кимата лагвуль шел шумрон, аваль битух шевет шел Иуда. Этот город находился на территории колена Иуды, но в самой северной точке, на границе с Самарией. Кимата лагвуль, битюк лагвуль, а валия для гвуль, везе битюк, же никуда охит сфонит. Это была самая северная точка территории Иуды и возле границы. И я хочу, чтобы мы посмотрели, что происходило на тот момент в Хацоре, и какое отношение это имеет сегодня в нашей жизни. Мы знаем, что у каждого человека есть характер. Нахон. Гам-ир. И ба-алет шел-а-офи, еш-э-зи-офи. Также у города, в котором живут люди, тоже есть определенный характер. Нахон. Это известно нам, правильно? Мы послужим перег мем тет. Еремия, сорок девятая глава, с тридцатого стиха. Сефер Еремия. Книга Еремии. Бесураль пи Еремия. Повествование. Мамаш Бесура. Евангелие от Еремии. Кен. Перек ербаим ветеша, ми пасук слушим. Веот кама пасуки монах, но не ках. Сорок девятая глава, с тридцатого стиха. Куля муханим, кен. Все готовы, да? Еремия, ербаим ветеша, нун тет. Еремия, сорок девять. Еремия, сорок девять. Ло длатот, ולא בריח לו. Бадад, השкону. «Воевы гмалихам леваз, во многих макнахам לשלל, и зерейтам лекол рух кцутцей пеа». «Омекол аварав обия от Адам Неума Донай, ва айта хацор лима антаним лешмама ад олам. Ло юшев шам иш, вело я гурбах бен Адам». Амин. «Бегите, уходите скорее, сокройтесь в пропасти жителей Асора, говорит Господь. Ибо одного хода на Сор, царь Вавилонский, сделал решение о вас и составил против вас замысел. «Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно, говорит Господь. Ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке. Верблюды их отданы будут в добычу и множество стад их на расхищение. И рассею их по всем ветрам, этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их на виду, на них гибель говорит Асор. «И будет Асор жилищем шакалов, вечной пустынью, человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем». Амин. Мы видим, что у этого города есть характер. Что это за характер? Это дух безразличия. И это тема проповеди. Дух безразличия или беспечности. Люди не думают, что что-то произойдет. Написано, у него нет ни дверей, ни запоров. Все так. И есть еще одна здесь фигура, это Вавилон. Есть у него есть оружие. Люди изучающие бой, войну. У них есть план. Адай он же рахок, и не ногеет в Асор. Еще это далеко от Асора, и не касается его. В Асор хая, кака баруахадишу, так кол биседер, ин длатот, ин бариях. И Хацор, он так беспечно, спокойно себе живет. Все в порядке, все нормально, ничего такого не происходит. И написано, что живут они поодиночке. Сколько сегодня людей живут поодиночке? Живя в виртуальном мире, например. Они также могут сказать вам, сегодня я был на собрании, где? В Сакраменто. В Нью-Йорке. Или в Нью-Йорке. Или в Москве. Нет, тебя там не было. Проснись. Ты не пожал никому руку, ты не посмотрел никому в глаза, ты никому из тех людей не сказал Слово в реальной жизни. Ты никому ничего там не должен, и тебе никто не должен. Что обозначает, что у тебя ноль ответственности. Нахон? Так. Очень легко. Руах шел хацор, бидюк. Дух хацора. Йошеф бодед, левад. Лух патлон. Сам по себе. Ему не важно, что происходит с другими. Это руах шенуве айом, бекол аулаам руханим, бетох амаминим. И это дух, который сегодня действует во всем верующем мире, среди верующих людей. И вообще во всем мире. Почему? Почему? Руах азот мехина лаквош отха, килу лаквош отха. И мехина мелхама. Руах азот и руца лаках от отха. Потому что этот дух, он подготавливает людей к захвату. Придет тот, кто захватит их, и этот дух, он готовит территорию и почву. Посмотрите, сколько сегодня верующих людей стали очень толерантными ко всему. Это дух последнего времени. Несуин хадмин. Однополые браки. Я говорю, амон, мишертим, хошвим, килу, בסדר, в том, что этот дух, он очень агрессивный, и он знает, то есть написано в Библии, что эти люди знают сами в себе, какой грех они делают, и что они совершают. Нету запоров у них. Внутри головы не хватает забора, не хватает замка, который закрывается в нужный момент. Все открыто. Мы должны закрывать свою голову от некоторых вещей, которые сегодня существуют в этом мире, но всегда должны быть местные системы открыты для Духа Святого. Наши глазами, это окна, это двери. Это ворота для Духов, которые могут входить легко. Точно так же наши уши. Акхилла хайбет левнот хацер ве длатот ве барих, апфилу лохацер, хома. Апшина обязана строить забор и стену, и защищаться. Мы должны защищать себя и размышлять об этом. Если тебя сегодня это не касается, то завтра это паразит твоих детей или твоих внуков, если твое отношение будет холодным к этому. Я не говорю, что мне сейчас нужно идти, воевать и что-то делать, но на своей территории, своего дома, я не даю этому греху проникнуть. Мы должны строить заборы, ставить двери и запоры на них. Мы видим, что этот город не думал о том, чтобы защитить себя. Написано, это миролюбивые люди, мирные. Но мы видим, что недостаточно быть мирным человеком. Почему? Потому что ты не можешь быть в мире со всем, что происходит вокруг. Есть вещи, против которых мы должны взять радикальную позицию и не бояться. Руах шелававэль мехина это маком леквуша. потому что дух Вавилона он готовится для того, чтобы захватить. Отсюда я хочу, чтобы несколько вещей мы запомнили. После этого мы перейдем к другому к другому тексту. Они сидят поодиночке, то есть не общаясь между собой. Почему отец небесный посылал сына своего, чтобы он построил здесь общину? чтобы мы не жили поодиночке. Чтобы мы были вместе в общине. В руах азот айом. Умерет тишма интернет лёд шам лёд тия бабай тия левад. И сегодня дух этот говорит не нужно тебе ничего у тебя есть интернет сиди дома сам по себе будь и всё. И читая книгу Откровения мы видим что нету ни интернета есть голод и болезни и только поместная община она будет в состоянии выстоять все эти трудности. Почему? Потому что вместе легче. У кого-то есть 2 буханки хлеба. У кого-то есть 2 куртки у кого-то 3 брюк можно поделиться можно как-то прожить. Кусок ткани еще что-то. но вместе теплее и вместе легче. Есть отношения. И поэтому сегодня мы должны строить эти отношения и заботиться об этом. это причина почему мы должны пребывать в общине. И это причина почему мы должны пребывать в общине. живут поодиночке нет у них дверей нет замков и они беспечны. То что я хочу чтобы мы запомнили из этого отрывка. Ахшав хатсором. Након? Да? Он всех захватывал, но против хатсор у него был особый замысел. Это значит что царь вавилонский он видит хатсор, он видит что этот город не защищен абсолютно. Но почему хатсор не видел вавилон? Потому что нет у него стены где смотрители стоят и наблюдают издалека кто подходит к городу. Кто-то может сказать послушай но это было тогда сегодня уже даже вавилона нету не существует. Где же вавилон? Здесь на месте. давайте откроем откровение Йоанна очень интересный текст 17 глава и вовнимание мы возьмем два стиха. Но я бы хотела зачитать от начала главы 17 глава мы помним что пришел ангел и взял Иоанна на духовную территорию показать ему показать ему что подойди я покажу тебе суд над великой блудницей сидящей на водах многих. Написано что эта блудница сидит на водах многих. Майм воды это символ всех народов в библиейском понимании. Когда мы сегодня хотим рассказать о том что было много людей мы говорим было море людей. Множество вод это значит весь мир все народы. И эта блудница она сидит на всех народах. И мы не исключение. Потому что мы внутри потока человеческого рода находимся. я говорю о всем человеческом роде как люди не о избранном остатке или определенных верующих. Второй стих. что это мальхи ха адам и шкеру шохне хевел миянь тазнута. Переводи. И блудодействие цари земные и вином ее блудодеяния убивались живущие на земле. пока идет описание того что происходит но непонятно о ком точно идет речь о какой блуднице. И лихе небаруах амитбара ве аре гине иша йошевет алхая адума хетолая млеэт шемот гидуфим ве лах шива рашим ве эсер кранайм и повел меня в духе в пустыню и я увидел жену сидящую на звере багряном преисполненную именами богохульными семью головами и десятью рогами. Айша азот йошевет алхая эта женщина сидит на звере в айша левуша аргаман вешане ве мухлала безагав ве эвен якара упненим ве бейаде хакос загав млеа тоавот ве тумат тазнота и жена обличена была в порфиру и баграницу украшена золотом драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей наполненную мерзостями и нечистого блудодейства ее золотая золотая чаша никто не знает что в чаши но в чаши нечистоты как бы если посмотреть со стороны все очень красиво выглядит но внутреннее наполнение оно воняет и теперь 5 и 6 стихи Валмицхах кетов шем Сод Бавел הגדולа им הזонот ותואבות האדמה ואראה את האישа שקורה מדם הקדושים ומדם ידי ישוע ו אשתומם על המראה שמה גדולה אשם 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 אצלי נחתש ש פסוק חמ׶ ומד גדולה ומד אשם 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 написано, что пятый стих, он подчеркнут в греческом тексте. Теперь мы видим и понимаем, что это за женщина. Вавилон. Где же Вавилон сегодня? Политической власти он не имеет никакой. Правильно? Но дух Вавилона как тогда властвовал в мире так и сегодня и так будет до конца времен. Книга Откровения Иоанна говорит нам о кончине веков. Это 17 стих, это почти конец. 17 глава, это почти конец книги Откровения. И мы видим, что на картине появляется женщина и она является вавилоном. И она пьяна от крови свидетелей Иешуа. Если мы думаем, что Вавилон существовал только 2500 лет назад, то я скажу вам, что дух Вавилона от начала мира существует и действует в нашем мире. в 11 главе в 11 главе бытие этот дух побудил людей строить вавилонскую башню. Что это? Это дух бунта. Там также над ними царствовал царь Немрод. Немрод это шореж мерет. вы верите имя Немрод оно однокорневое с бунтом. То есть его имя было по факту бунтарь. Након. Трегум ушла. Акшав Но это когда было? Но в середине человеческой истории мы видим опять Вавилон выходит на всеобщую картину. Опять как бы отходит на второй план. Но этот дух он гуляет по миру и действует по сегодняшний день. Культура Вавилона. Именно культура духовная то есть духовное поведение. Это дух бунта. Все против Бога. Не согласны со Словом Божьим. Я и сам все знаю. Это дух Вавилона. Брух этот входит так же в жизнь верующих людей и подготавливает их постепенно чтобы Вавилон захватил их так же потом. Этот дух он ослабляет верующих. Если этот дух ушел и больше не существует почему же написано что она пьяна от крови свидетелей Ишуа это значит что после пришествия Ишуа это должно было произойти. Но дело в том что Откровение она нам говорит о самом последнем уже времени человеческого рода. Если мы посмотрим на эту картину в общем Если мы будем жить как Хацор Эта женщина победит нас. Почему? Лавушар гамман малек кесов захав ашпа шлема она очень красиво одета очень все изысканно дорого красиво много денег много власти влияния это фигура не старушки такой усохшей женщина красивая одета драгоценности жемчуг на ней все самое драгоценное что есть в этом мире все на ней но она блудница написана этот дух действует сегодня очень сильно в мире во всех аспектах как в материальном мире в плотском то что было сказано сегодня в Порошат Шавуа люди они умножают жен это дух блуда когда Вавилон придет все готово будет но община должна быть очищена и должна быть одета в белую чистую одежду не смотреть на это не играть с Вавилоном не танцевать с ней не пить с ней даже не разговаривать с ней только воевать но сегодня дух этого мира посмотрите что происходит все толерантны что ты такой радикальный это меня ранит я не хочу этого но я хочу чтобы было так как написано в священных писаниях но все живут по другому конечно потому что все готовится при моду этой женщины почти все готово когда она придет все будут ей очень рады а что это община вот эта женщина написано на лбу у нее мать мать всех блудниц подумайте прямо на лбе на челе у нее написано прямым текстом но люди смотря на нее думают ну все в порядке она же красиво одета все в порядке но не читают что написано на лбу как хацор написано давайте вернемся к тексту в Еремии так как не было дверей и не было запоров в север блюда были захвачены в добычу множество стадых на расхищение вавилону все что было у хацора она все потеряла потому что не думала о том чтобы защититься мы также знаем что писание говорит о нас как о городах так конечно тогда я должен защищать свой город я должен размышлять об этом если придет тот кто желает разрушить мою жизнь я запру дверь а дух вавилона говорит что ты такой резкий радикальный не закрывай дверь все нормально будет вновь вновь что вновь это не просто так это подготавливает путь вавилону Люди уже атрофировались, не способны воевать. Они уже так не мыслят. Они думают, что это уже грех. Мы должны всех любить. Написано в Священных Писаниях, любить мы должны то, что Бог любит, и нанвидеть то, что ненавидит Бог. А сегодня говорят, что верующим нельзя ненавидеть. Почему? Я обязан ненавидеть грех. Если я буду любить грех, он войдет в мою жизнь. Ну, ладно, ты не люби грех, ты просто будь к нему очень терпелив. Так готовится путь. Возлюбленные мои, у тела Мессии, у общины, должна быть сила. Должна быть способность, все духи победить. И всю культуру жизни Вавилона, образ жизни. Весь мир, он забыл об этом просто. Это как волшебство, которое постепенно покрывает весь мир. Оно опьяняет мозги людей. Человек уже не мыслит адекватно. Дерег интернет, גם дерег телевизия, גם дерег коль медиа, масс-медиа четыре часа в сутки, идет промывание мозгов людям. Также социальные сети, то же самое. Это промывка мозгов. Люди думают, ну это же не там кто-то голос телевизора, который мне что-то диктует. Это же я посылаю, и там кто-то посылает. Как будто бы люди думают, что как будто бы с ними постоянно реальные люди на связи. Но также там сидят люди, которые загружают определенный материал, чтобы он разошелся по всему миру. И они посылают это один другому, зная кому, увеличивают эту рассылку всем остальным. Это стратегия. Это стратегия. Стратегия врага. Через такой вот образ жизни человек постоянно живя в этом. Ты ему говоришь потом, вот, посмотри, по-другому написано, он тебе не верит. Он не живет в реальности. Его реальность это интернет. Социальные сети. Это его реальность. Но это обман. Это не реальность. А реальность сейчас происходит. Мы обязаны поставить двери и повесить на эти двери замки, чтобы наши дети и наши внуки были с нами, а не с Вавилоном. и стоять на своих границах, отстаивать. И не давать этому проникнуть в нашу жизнь. Духовное безразличие Это очень слабая позиция. Я люблю, что если не быть иеронимом, возлюбленные мои, давайте будем внимательны, сильными, и не бояться этой блудницы вавилонской. Аминь. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Отец, спасибо тебе за то, что ты благословляешь нас. Помоги нам в этом мире быть внимательными, бодрыми и охранять свои границы. Дай нам мудрости различать между Духом Вавилона и твоим Святым Духом. Я молюсь и прошу, чтобы Дух Святой всегда пребывал с нами. Чтобы Дух Святой давал нам руководство и держал нас за правую руку. Во имя Ишуа, Мессия Господа нашего. Аминь. Аминь. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на